Добрый день, добрый вечер, дорогие мои подписчики. С вами снова, как обычно, Михаил Игуренков. И рад я всех здесь услышать, даже те, кто случайно залетели на этот подкаст. Ситуация очень простая. Прошла процедура официального именно взвешивания церемониалки. Еще не было, но, в принципе, вот этой инфы, которую я получил от официалки, мне уже достаточно. Плюс в БК уже появилась полная роспись, там и так далее, на весь карт. Вот, то есть можно там посмотреть, что по тоталам дают, по методам и так далее. Поэтому я, в общем-то, сел записывать уже окончательные подкасты. То есть здесь у нас будет разобран мейн-ивент этого турнира, уже окончательный поединок Шона Умали против Марлона Веры. И также я дополнительно разберу тот поединок, за который вы проголосовали в комментариях. И вот конкретно я подбил эти голоса. И выглядят они следующим образом. Лидер у нас по голосованию поединок Блейдса против Алмейды. Вот, плотная борьба также еще шла в парах Паре Сендени и Бернс Мандолена. Ну и кто-то там даже на Яна с Едонгом проголосовал. Для тех, кто будет, возможно, какие-то споры разводить и так далее, я на всякий случай уточню, что если кто-то в комментариях оставил там несколько пар, я там голосую за поединок Блейдса против Алмейды, ну или разбери Яна с Едонгом, а может быть Паре против Сендени. В таком случае, вот, какая первая пара указана, то я ее в голосовании учитываю. Вот, поэтому без обид. Плюс там еще один чувак тоже накидал целый список пар. Я хочу прогноз на вот это, то третье, пятое, десятое. Ему один из подписчиков там же в комментариях ответил. Чувак, как бы, если тебе прям все бои надо, то дуй на Бусти. Я на всякий случай напомню, что у меня есть аккаунт на Бусти. Там публикуется весь платный контент, то есть разбор всего карда, все интересные какие-то противостояния, в плане приматча, в плане лайва, все там отражено. Вот, ссылка в описании под видео, в первом закрепленном комментарии. Ну вот, то есть там уже с начала недели висит предварительный разбор карда. Вот, сейчас там уже висит итоговый разбор карда, прям с конкретными метками. Там, да, помимо мейн-эвента и поединка Блейдса против Алмейды. Ну вот, и также хочу на всякий случай так уточнить, что эту неделю мы уже начали с плюса, потому что она по фейлу давала платную ставку ТМ на бой Байсангура против Думби. Вот, там плюс, там, конечно, из-за случайности, но тем не менее, ТМ-ка залетела. Это хорошо, это был такой прям крепкий ординар. Бесплатку давал поедину полячки против Вандарьевой на 1FC, которая пройдет у кого-то ночью, у кого-то утром, в зависимости от того, где вы находитесь. Вот, и также там на вкладке, на бусте висит полный разбор карда Глори кикбоксинг. Там турнир восьмерка в тяжах, плюс два чемпионских поединка, там еще несколько рейтинговых противостояний. Интересный карт, накидал там, в общем-то, достаточно плотно тоже. Ну, а здесь, в общем-то, вот мы сейчас переходим непосредственно к мейн-ивенту и, опять же, Блэйдсу в Салмейде. Но, я говорил, что планирую также еще дополнительную бесплатку на этой неделе что-нибудь запихать. Я решил пойти такие турниры, как там, Кейдж Бориорс, Верени Кейдж Бориорс, ЛФА, там, Арес и все остальное. И просто скипать, я это забирать там ничего не буду, там для меня ничего интересного нет. И в сухом остатке остается бокс Джошуа против Нгану и турнир ACA. ACA подкасты с разбором, с метками какими-то и так далее, я запишу завтра днем. А по Джошуа с Нгану, конкретно, если взять этот карт, понятное дело, что я, наверное, мейн-ивента посмотрю. Вот, и, как бы, он уже турнир идет. Вот, и я, соответственно, что хочу сказать. Я, как бы, пересмотрел даже вкратце поединок Нгану против Фьюри. Считаю, что там Нгану показал ровно то, что от него ожидали. В трое половине поединки боя просел, особо ничего делать не мог. Но при этом Фьюри просто сам был в ультра-дерьмовой форме. Я считаю, что это было, прежде всего, связано с недооценкой Нгану. Он к нему тупо не готовился, в итоге закатил такое говнодерьмо. Это не Джошуа, в этом плане, я думаю, ошибок повторять не будет. Плюс, уже есть что даже проанализировать поплотнее в плане Францис Нгану, как он себя чувствует, что он делает в плане бокса. Я думаю, что Энтони Джошуа не составит труда его удосрочить в течение 10 раундов. 10 раундов по 3 минуты вполне им будет достаточно. Поэтому, если посмотреть, то на Энтони Джошуа досрочно, на наших БК дают поддвушку коэффициентом, смотря где. Вот мой официальный прогноз на этот поединок, Энтони Джошуа досрочно. Сам поставлю, Миткану посмотрю. Вот, так что, как-то так. По СЕ, опять же, ставки будут завтра. Ну и, в общем-то, вот мы переходим к UFC. По поводу UFC, что могу сказать? Я изначально так помазал по поводу мейн-ивента. Типа там, да, вроде бы как ИТБ. Да, вроде бы там туда-сюда. В итоге, короче, смотрите, моя задача какая? Дать прогноз именно, который, ну, при матче, в плане при матче зайдет. Я могу там страховать, говорить, что вот можно в лайве, вот так вот, если что, там туда-сюда. Всем насрать. Потом в комментарии приходят и хейтят. Ты же говорил, что он победит, а ты же говорил. Поэтому я буду конкретен. Если вот у вас есть возможность поставить только при матче ставку на этот бой, лавить вы не сможете, там, да, или что-то еще. Вот вам нужна ставка, вот, которую поставил и забыл, да, и желательно, чтобы она залетела, то все-таки на это противостояние, считая такой ставкой, именно, ну, то, что поединок не дойдет до решения. Я на всякий случай напомню, то есть, с чем это связано, с чем это связано. Во-первых, Шон Омали достаточно сильный ударник, да, у него неплохие панчи, как бы тот же самый стерлинг, Петр Яногда смогли оценить, но при этом, опять же, даже тот же самый поединок с Петром Яном показал, что все-таки даже трехраундовая дистанция Шону Омали дается тяжеловато. Как тоже в комментариях кое-кто отметил, что в третьем раунде он подпросел в поединке с Петром Яном, да. Вот, это первые, впервые, первые в его жизни пятираундовое противостояние против Марлона Веры, который как раз-таки сам эту дистанцию уже проходил. То есть, вскоре Санхаген 5 по 5 дрался, с Домиником Крузом у него был пятираундовое противостояние, где он в четвертом раунде нокаутировал. С Робом Фон там 5 по 5 дрался. То есть, понимаете, какая ситуация. При этом во многих своих поединках, даже проигрывая по ходу боя, в итоге смог, мог, ну, получалось переворачивать именно, да, исход. Как раз-таки в третьем раунде, или кто-то был с Эндрю Ивиллом, например, там, да, до срочи, Фрэнки Эдгера в третьем раунде нокнул. Да, у него даже с этим, с Брэдом Пикеттом в семнадцатом году была похожая история. Он пизды выхватывал весь бой, в итоге в третьем раунде нокаутировал. Он как раз-таки раскрывается на дистанции 5 раундов. Но при этом мне не понравилось, каким он был на процедуре официального взвешивания. Короче, в итоге вот эти все за и против совместив, я считаю, что реально здесь имеет смысл при матчах заиграть ТМку. Опять же, я понимаю, что, скорее всего, ТМка будет небыстрая. И поэтому в Лаве будет ее гораздо выгоднее забирать, там, да, после первого раунда, после второго. Но вы же от меня просите при матч прогноз. Вот мой при матч прогноз, ставка на то, что бой не дойдет до решения. Сам я эту ставку заберу, безусловно, перед началом боя. И, возможно, потом в Лаве еще по ходу поединка буду докидывать. Но план у меня такой. Опять же, он работает в обе стороны. И что Шон Амайли может его быстро нокаутировать. И что у Марлона Вера в связи со сгонкой будут проблемы, и это сыграет на руку. Или что Марлона Вера нормально восстановится, что Амайли будет дефолтный, он сдохнет после второго раунда. Там, да, плюс, опять же, 5 раунда, дистанция очень длинная, на ней может случиться все, что угодно. И, опять же, еще раз повторю. Вот я ставил ТМ 2,5. То есть, то, что уже считается, 12,5 минут. Байсан Гур против Думби. Мейн-ивент по ФЛ, блядь. В итоге они первый раунд вату катают, второй раунд вату катают. В третьем раунде Думби сигнализирует рефери, что у меня там что-то с пальцем, занос туда-сюда. Он, блядь, сказал, ты меня заебал, машет руками, остановит бой. В итоге там просто Думби на осколок стекла какой-то наступил, как-то он ему попался. То есть, по факту там вообще ничего не было. То есть, ни травмы, ни хуя. Это даже не перелом пальца, не оторванный нокоть. Но Годдард это что-то заебал, он решил остановить бой. И все. ТМ-ка залетела, заебись. Как бы не то, чтобы я туда почки ставил, но я 9 тысяч загрузил. На-те, вот. Вы просто это все увидите. Я на бусте, напоминаю, контент весь, который платный, загружаю. Я потом впоследствии к нему доступ открываю после турниров. Вот неделя закончится, я доступ открою, вы все это увидите. Я прям открытую там вот показываю, рассказываю, что я ставлю. Причем я сейчас к постам даже дополнительно стал скрины ставок крепить. Потому что люди просят. Так максимально наглядно и понятно. Вот. Я даже сейчас в закрытом чате голосование провел в Телеграме. Вот. И 100% пока что за да. Вот. Я прям так и спросил, публиковать скрины ставок вместе с стоговыми подкастами. Просто 20 с плюсом человек проголосовали за да. Ни одного за нет. Поэтому я думаю, что это наоборот как-то будет отвлекать. Акцент внимания там, да, как-то смещать. Но люди хотят, люди просят. Поэтому вот. Все подкасты, все ставки, во-первых, доступны клиентам, которые купили подписку на бусте сразу уже. А те, кто даже не купили, могут посмотреть, что я там рекомендовал и ставил уже после турниров, естественно. Если вам это интересно. Вот. Теперь же мы переходим к поединку Кертиса Блейца против Джоэлтона Алмейды. И как по мне, как по мне, этот матчап, ну это просто чудовищная какая-то херня для Джоэлтона Алмейды. То есть, для тех, кто не помнит, я на всякий случай напомню, что этот чувачок, но он умеет только в залежку. То есть, он такой уже палас прям конкретный. Ну вот. Ну а за счет того, что он очень здоровый, физически сильный. 191 рост, 201 размах рук. Вот он такой прям обвивает своих там с оппонентов. Валит там, сдавливает, вяжет там по-всякому, такой вязкий. За счет этого, да, как бы, ну, у него достаточно длительная серия победная. Там, да, передушил и все остальное. Но сейчас он выходит против не менее здоровый такой, блядь, блядины нахуй. 193 рост, 203 размах рук, тоже такой мясной. Кертис Блейдс, у которого, ну, как всем это понятно, борцовская база. То есть, каким образом Джоэлтона Алмейда собирается Кертиса Блейдса переводить? Я вообще хуй его знает, откренно говоря, не понимаю. Ну вот, при этом в стойке Кертис Блейдс достаточно неплох. Есть вопросы к его держаку, безусловно, безусловно. На то, что колотушки он свои доносит, как бы, нормально, это мы тоже знаем. При этом, как бы, ну, всем тоже давно известно, что Джоэлтона Алмейда в стойке примерно ни хрена не умеет. И, как бы, просто, ну, максимум, что умеет, какими-то колотушками там своим помахать, чтобы какую-то дистанцию обозначить, и не более того. Поэтому, если мы пытаемся визуализировать, там, да, то, как этот поединок может пройти, то, безусловно, мы прекрасно понимаем, что поединок начинается в стойке. Так, так. В стойке будет явно преимущество Кертиса Блейдса. То есть, у Джоэлта Алмейда в данном противостоянии даже нет привычного для него, как бы, преимущество в габаритах, в размахе рук, потому что против него не менее здоровый тип, ни в чем ему не уступающий в этом плане. И в итоге он будет вынужден просто, как бы, в ебасосину свое все пропускать. При этом, опять же, если мы отметим тот факт, что бороться у него не получится, он вынужден будет принимать по лицу. Я не думаю, что если поединок будет идти исключительно в стойке, он сможет принимать по лицу дольше двух раундов. То есть, мои рекомендации на этот поединок. Это победа Кертиса Блейдса. Вот, допустим, тоже самое по ребете, фонбете до 2.06. Вы можете поискать, какие БК дают побольше. Вот. И при этом можно также еще посмотреть на тоталы. На ТМ 2.5 предлагает 1.73 БК, опять же, по ребет, фонбет. Вы можете по поводу этого, там, да, посмотреть, там, что-нибудь туда-сюда. Но вообще, вообще, идеальной, идеальной, как мне кажется, ставкой на этот бой является ставка на то, что бой закончится нокаутом за коэффициент 2.06. Она играет во все стороны. То есть, саба я здесь не вижу. Если бы закончится с тобой за досрочный как-то, то это будет КО-ТКО, нокаут, там, дисквалификация, не знаю, остановка доктора, все что угодно. Вот. Поэтому, вот, официальный предикт, официальный предикт, бой закончится нокаутом. Коэффициент выше двушки. Там, да, желательно, где вы забираете. Если вам нужно по 1, по 2, все-таки выбор какой-то, то это скорее Кертис Блейдс. Но прогноз на бой только один. Основной это ставка на нокаут. Все остальное, как бы, ну, причем нокаут здесь играет в обе стороны. Я не исключаю, что Алмейда своей колотушкой какой-нибудь размахайкой махнет по челюхе и Блейдс у Блейдс упадет. Мы это видели неоднократно. Даже несмотря на то, какой бы он ни был размахайщик, там, и все остальное. Поэтому бой закончится нокаутом. 2.06. Мой официальный прогноз. Так что, вот, на Мейн-Ивент ставку дал. На Блейдса с Алмейдой ставку дал. На Бокс ставку дал. На Вандари, против Вандариевой на полячку ставку дал. Вот. Также на ИСЕ бесплатные прогнозы будут завтра. В общем-то, на этом все. Напоминаю, весь платный контент доступен на Бусти. Все там. Вот. Все бесплатное здесь. Согласны, не согласны с чем-то? Пишите. Говорите. Залетайте в телегу, в чат. Ссылка в описании под видео. Опять же, турниры будем лайвить. Все как обычно. Все как всегда. На этом я с вами прощаюсь. Всем всего хорошего. И пока-пока.